Это классическая история, а люди время стал Антиох-Эпифан. Хорошо, итак, у нас был вопрос достаточно интересный. Почему же Мария поступает так, как она поступает? Хорошо, какие варианты у вас есть? Как вы думаете, как можем объяснить поведение Марии? Как бы вы объяснили, что вы сказали, является причиной вот этого поведения? Предположение, да, пожалуйста, вы можете выкликивать, я буду повторять громко, просто конкретно одно-два слова. Поведение Марии – это поведение мирского человека, который не знает Бога совершенно. И первое, что должно быть, это ей нужно обновить покаяние. Нет, извиняюсь, мы сейчас не говорим, что ей нужно, мы сейчас говорим причина. То есть, например, не знает Бога. Не знает Бога. Ну, я просто из ваших слов, то есть, как бы это, ну, хорошо. То есть, понятно, когда мы говорим, почему она поступает, как мы поступаем, мы пытаемся ответить на вопрос, что является причиной того, как она поступает. Хорошо, другие варианты. Ну, наверное, отношение в семье с детства идет, что у нее не было с отцом отношений и с мамой поверхностно. Окей, отлично. То есть, причина не было отношений правильных с отцом и с мамой. Хорошо? Окей. Может быть, еще момент. Федору семь лет, поженились шесть лет назад. Два года просто жили вместе, то есть, ну, ребенок родился вне брака. По большому счету… То есть, можно писать, блуд до брака – причина. Хорошо? Блуд до брака. Хорошо? Еще? Да. Договорите, я повторю просто. Четыре года назад было… Хорошо? Отлично. Низкая самооценка и измена мужа. Низкая самооценка и измена мужа. Хорошо, кто еще? Непрощение и обида. Отлично, непрощение и обида. Еще какие-то варианты, что может быть причиной? Она сама говорит, что ощущает силу греха, глубоко сидящего внутри, и сменяющее ее сердце ко злу, и она признается, что испытывает наслаждение от таких вещей и не может наслаждаться с ними, даже понимаешь, что решит, то есть грех. В общем, решила конкретно, то есть причина того, что Мария так поступает, но грех это очень общее, то есть это, что может более конкретно, то есть опять же, непрощение, блуду, брак, измена мужа, обида, отношение с родителями. Осуждение себя. Осуждение себя. Осуждение себя. Хорошо. Можно еще? Да. Так как у нее отец алкоголик, то возможно родовое проклятие. Отлично, хорошо, давайте запишем родовое проклятие. Родовое проклятие. Родовое проклятие. Окей. Ну, спасибо, я думаю, достаточно. Смотрите, что у нас получается. Каждый из вас смотрит на жизнь Марии с определенной перспективы, да? С определенного угла, и то, каким образом вы идентифицируете, да, то есть понимаете причину ее поведения, таким образом вы будете пытаться ее и решать, да? То есть от того, как мы находим причину проблемы, зависит то, каким образом мы будем ее решать, правда? И Мария может подойти к разным людям, да, к разным душепопечителям, и каждый душепопечитель может смотреть на нее с разной перспективы, да? Один скажет, что действительно твоя проблема – это, например, непрощение, да? Ты не простила отца пьяницу, ты не простила, возможно, маму, ты не простила мужа. И, естественно, на что тогда душепопечитель потратит время, на чем будет фокусироваться в разговоре с ней? О непрощении, да? И в действительности он будет частично прав, да? То есть часть ее проблемы – это непрощение. Другой человек скажет, слушай, подожди, подожди, непрощение – это да, но по-настоящему проблема здесь просто духовная, да? Просто тут есть некое родовое проклятие, какой-то грех неисповедный и так далее, и тебе просто нужно что-то с этим сделать, да? То есть корень твоей проблемы – это вот это родовое проклятие, и отсюда будет исходить возможное решение твоей проблемы. Третий человек скажет, нет, говорит, в действительности корень проблемы Марии – это низкая самооценка. Она себя не уважает, она себя не любит, да? Она должна понять, взглянуть на себя правильно, как Бог на нее смотрит, и этот душепопечитель будет ее опекать, будет пытаться двигаться в этом направлении. То есть мы видим, что у каждого из нас есть свое мировоззрение. То есть мы, когда вы говорили о проблеме, в действительности вы ставили что? Что вы ставили ей? Диагноз. Спасибо, да? То есть есть болезнь, приходит к врачу, говорит, что такое? Говорит, спина болит. А? Вот тебе диагноз, да? Радикулит. Приходит к другому врачу, что-то другое, да? То есть мы все ставим диагнозы. Почему мы ставим диагнозы? Потому что у нас, я хочу вам привести важный образ, да? Специально взял с собой, чтобы он был такой очень ясный. Что это такое, как вы думаете? Что я одел? Голубые. Голубые, да? Синие. А синие, да? Ну я просто одел очки, да? И через них я смотрю на вас. Вы все видите с меня в полосочку. Окей? То есть если я одену черные очки, вы все будете видеть в черном цвете. То есть что это такое? Это очень важная иллюстрация, потому что показывает, что мы всегда смотрим друг на друга через определенные очки. Окей? Очки – это наше мировоззрение. Окей? Очки – это наше мировоззрение. И то, как мы смотрим, то мировоззрение, которое мы имеем, через это мировоззрение мы будем смотреть на Марию. И мы будем иметь тот диагноз в соответствии с нашим мировоззрением. Мы будем пытаться ее души опекать, ее лечить в соответствии с нашим мировоззрением. и в определенной степени как бы моя задача была немножко вас запутать да то есть и вообще образ марии он немножко запутывает да потому что вы встречаетесь с человеком вау то есть специальный такой образ который есть много проблем все да я думаю что скажите мария здесь напомнила вам что-то в марии вам напомнила себя что если честно что-то 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 напомнило да то есть в каждом из нас есть что-то от марии поэтому мы можем сочувствовать мы можем сострадать ей и этот пример он показывает насколько сложно в действительности правильно диагнозировать и понять проблему человека поэтому то что в общем то это было такое введение до библейское душепопечения как бы представить вам проблему которая существует проблема да то есть некоторые люди очень легко а то то есть это родовое проклятие это не прощение это был блудо брака вот и все да то есть часто мы склонны упрощать вещи да и просто давать диагноз и начать лечить да вы представляете если вы приходите к врачу и он до того что он сделал проверку крови до того как он сделал какой-то эмира и так далее вид выписывать лекарства все ясно нормально помнив киви я пришел в врач у меня живу долго время болел когда была проблема я пришел к ней и никто не мог ничего сказать я такая классно все понятно это известная проблема это 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 и начал мне написать вот вот такой список это здесь нужно систематическое как бы лечение вот это вот это вот это начали я обрадовался классно это понятно все ясно я знаю то есть я просто объяснил у меня живут бы я покушу живот болит а болит все классно понятно изначально я брал сумму классно мудрый врач хорошо попал на умного врача на мне все объяснит но когда начал мне выписывать такой список таблеток что-то загорелась у меня красная лампочка то есть человек не послали на проверки никакие не что то есть как он знает что происходит внутри моего тела ну хорошо это может быть похоже на что-то но извините как бы все разные процессы в организме насколько опасно души опекать и насколько мы должны быть более мудрыми людьми когда мы идет дело о душах людей да как верующие мы призваны как вы прочитали быть души попечителями к другим людям да бог доверяет нам души людей бог приводит в нашу жизнь и будет приводить людей и насколько мы должны быть более мудрыми врачами чем просто пошла мы лечим не просто тело мы лечим и призваны от бога лечить душу поэтому насколько важно иметь что иметь правильные библейские очки на то что мы хотим сделать на коротком семинаре это хотелось бы дать действительно библейское мировоззрение библейские очки которые помогут нам посмотреть на эту ситуацию по библейски да а как в действительности бог смотрит на это да а как правильно помочь этому человеку как правильно поставить правильный диагноз этому человеку, чтобы не забить ее таблетками, с основной стороны, не убить ее осуждением, как сделал один душепопечный. С другой стороны, не просто ее только лишь ласково погладить по голове и сказать, ну, бедненькой, несчастникой, все будет хорошо, но действительно помочь этой душе. Поэтому это непростая задача, чем мы хотим заниматься, это является библейским душепопечением. То есть, хотим взять Библию, Писание, взять очки библейские и научиться библейскому мировоззрению. И увидеть, как мы можем помогать этой душе. Если вы откроете следующую страничку, то страница 5. Процесс библейского служения. Вы видите, некоторые страницы пустые, а в некоторых не хватает слов специально для того, чтобы вы их заполняли самостоятельно. Потому что, когда вы их самостоятельно заполняете, вот тогда вы более внимательно их заполняете. Сейчас поговорим о процессе библейского душепопечения. То есть, вы познакомились с Марией. И мы сейчас будем стараться по-настоящему ей помочь. Окей? То есть, наша цель вот сейчас взять вот эту Марию и подумать, как мы действительно можем ей помочь по-библейски. Итак, как мы будем с ней работать? Я хочу представить вам четыре этапа, то, что мы называем процессы библейского душепопечения. Как вы увидите, это не некие железные этапы, которые в точности ясно всегда видны. Но мне это очень нравится, потому что это определенная систематизация подхода к человеку. И... Какой цвет здесь? Ну, неважно, да. Возьмем любой цвет, да. Итак, я просто... Опс! Осторожно. Так, мы нарисуем четыре... А? Да, Андулая, да. Спасибо. Вот классно. Супер. Возьмите страничку, у вас есть страничка, вы можете, в принципе, даже вот так нарисовать, будет проще. Вот так вы взяете. Нарисуйте четыре овала. Вот таких четыре овала, да. Четыре овала. Четыре овала. Первый овал, назовем его знакомство. Знакомство в скобочках. Друг. В скобочках друг. И можно нарисовать чашку чая. Где-нибудь там, чтобы так обозначить. Что это значит? Человек... Вы будете лечиться у того врача, который что? Которому вы доверяете. Правильно? При любом душепопечении, при любой возможности послужить человеку, прежде всего, самое главное, это войти в мир этого человека, стать его другом. То есть, человек откроется на вам настолько, насколько вы являетесь его другом. И это может быть определенным долгим процессом. Мы часто пытаемся очень быстро помочь, очень быстро решить проблему, но не всегда это возможно, потому что люди не всем доверяют. Но чтобы действительно понять, что лежит на сердце у человека, что происходит, мы должны приблизиться к нему. Мы должны, можно сказать, войти в мир этого человека. для этого вам нужно с ним общение. Это что-то, что очень часто служители пренебрегают. Вы не можете послать ему помочь человеку без того, что вы не придете, вы не будете сидеть с ним, пить чай и общаться. Человек должен почувствовать, что вы находитесь с ним на одном уровне. Это очень важно. Потому что люди обычно, которые Бог посылает в нашу жизнь, это люди, у которых есть проблемы. И люди часто стесняются, или они могут думать, что только у них есть эти проблемы. и нам нужно и обязательно важно потратить время на дружбу, чтобы действительно глубоко помочь человеку. Книга Иов, можете записать, 33, 33, глава, 6 стих, написано, вот я по желанию твоему вместо Бога, я образован также из брения. Очень хороший стих. Если вы помните, там Элиуй такой выступил перед Иовом и сказал, послушай, я буду вместо Бога, но я не Бог, я такой же человек, как ты. То есть, он хотел, чтобы Иов понял, что он такой же человек из плоти и крови. Вы знаете, когда я, как пастор, общаюсь с людьми, моя первая задача всегда это объяснить им, что я не выше их. Обычно я использую методы, когда я рассказываю о своих грехах. Не всех, конечно, таких, может быть, стоит открыть, по крайней мере пытаюсь, когда готовлюсь к встрече человека, как мне выйти с ним на один уровень. Если я понимаю, что человек очень гордый, то я пытаюсь как-то подвести к тому, что слушай, я понимаю, я тоже, у меня есть проблема с гордостью. Или если учусь какие-то страсти, я тоже из плоти и крови, у меня тоже это есть. Я пытаюсь ему показать, что я такой же, я понимаю, я не нахожусь где-то высоко, я пришел к нему научить его сейчас, как ему выбраться из его ситуации. Люди хотят почувствовать, что ты вместе с ними. Поэтому этот этап очень важен, этот этап, который постоянно должен присутствовать для удачного душепопечения. Дружба. Сколько времени это будет, я не знаю, иногда я общаюсь с людьми, вроде бы мы уже подружились, но человек не готов еще до конца открыться мне. И только проходит время, когда человек понимает, что я действительно не предам, действительно доверяет мне, и тогда он больше открывается. То есть это очень важный этап, дружба, знать человека, быть его другом, пить чай с ним вместе. Когда вы становитесь другом, человеком, тогда вы можете дальше двигаться, и второй этап, назовем его этапом анализа. Или, скажем так, знать человека, назовем его знать. тут знакомство друг, можно было объяснить, что написать любить, любить. Знакомство, любить. Напишем любить человека, да. Будет правильно, любить его. Любить его, потому что знакомиться, опускаться, смиряться, значит, любить этого человека, да. Второй этап, это знать этого человека, знать человека. знать человека и это учениками это очень важно если вы вспомните еще а я когда я начал обращать внимание как много господь еще а как он много задавал людям вопросы что-то он аж он постоянно сдают а что вы думаете об этом да помните да а что вы думаете кто есть сын почему давид называет миссию своим сыном а он же его господь а что вы думаете об этом да то есть он постоянно возвращает людям вопросы для того чтобы люди задумались это очень важно прежде того что мы можем помочь человеку для нас важно собрать информацию проблема когда мы просто пытаемся вот человек пришел к нам с проблемой вот все что мы знаем и пытаемся на него вывалить мы думаем это ему поможет но также как вот тот врач которому я пришел да он 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 не знал мне вопросы то есть он не не послал на проверке он не узнал что в 10 как у меня происходит поэтому на данном этапе если мы хотим помочь марик и мы должны задать ей вопросы марик расскажи мне пожалуйста про свои привычки расскажи мне пожалуйста про свои поступки почему ты так поступаешь почему ты думаешь что так правильно поступать почему ты не поступаешь по-другому для чего ты это делаешь ради чего-то это делаешь мы должны задать человеку вопросы чтобы понять что она думает притча 1814 говорит кто дает ответ не выслушав тот глуп и стыд ему поэтому на данном этапе очень важно задать человек вопрос опять же это может идти речь и о длинном души попечения небольшой встречи с человеком да почему ты гневаешься почему ты разозлился что ты хотел знаете я очень часто на работе когда были конфликты разные и суть меня учил тому чтобы не сразу отвечать гневом да это было очень сложно но мой директор очень хороших заговорил успокойся не отвечай никогда в этот же день перезвони на следующий день и задать человеку вопрос прежде всего не начинай сразу же объяснять ему почему он плохой задай ему вопрос скажи мне вот вчера была такая ситуация я тебя не до конца понял почему ты мне это сказал знаете вроде очень просто нам и я больше часто не делал мне показалось что меня обидели мне показалось что успокойся задачек вопрос слушай ты вот так мне все рассказал а что ты и тебя не понял наверно сколько раз мне это спасало от ужасных ситуаций где оказывалось что человек то не имел ввиду что я имел ввиду да это вообще было другая я задаю вопросы человек отвечает не я понимаю что я просто понимаю что слава богу что что я бы попался я начал у него кричать потому что я не понял что вообще человек не говорит но когда я понял его мотивация не было намного легче ему ответить на мы не поймем и не сможем помочь марии пока мы не зададим ей вопросы и мы будем с вами учиться и мудрый человек мудрый души попечитель мудрый служитель прежде всего умеет задавать мудрые вопросы это самое сложное может быть что есть но это то что мы даже научиться задавать людям задавать себе это очень часто сложно задавать себе вопросы почему я поступаю как я поступаю да что стоит за мои поступок и моя мотивация и когда поймешь почему я так поступаю помочь другим людям и третий этап это займем его а учить знать а теперь или толковать толковать третий этап это толковать скобочках учитель можно написать рисовать доску наверно и вот когда мы поймем почему мария поступала как она поступала что было у нее в сердце мы можем прийти к ней сказать мария вот посмотри ты хотела этого и этого посмотри что было в твоем сердце теперь давай возьмем что возьмем слово божье и посмотри что слово божье говорит о том как ты поступала то есть наша задача всегда помочь человеку встретиться с богом наша задача не когда к нам приходят люди из-за искушения до ко мне как пастору приходит и ты хочешь вот ты великий учитель вот и великий там вот ты сейчас дашь ему ответ да но бог часто ставится ну как бы в стыд по что не дает тебе ответа мудрого потому что бог хочет чтобы ты с собой не затмил его слабо он хочет чтобы ты помог человеку встретиться с богом и может быть сейчас он не получится ответ от тебя но ты подтолкнешь его и завтра в молитве он получит сам ответ от бога ты можешь просто задач мудрый вопрос и оставить с этим вопросом что еще и дело он давал вопросы оставлял людей я верю что он хотел чтобы эти вопросы были в голове у человека чтобы человек думал о них если у него открытое сердце он обязательно услышит опять же иногда человек с богом иногда мы ему говорим конечно же но мы должны говорить когда мы точно понимаем сердце человека мы должны помочь человеку увидеть его проблему во свете слова божьего мы все что я говорю мы с вами будем практиковать на примеры марии да то есть сейчас говорю так теорию мы увидим как это возможно сделать ситуации с марией как можно помочь и истолковать что происходит в ее жизни когда мы поймем о чем она думает и чего она хочет и четвертый как вы думаете это что что у нас еще осталось действия обучение осталось обучение то есть мы истолковали человеку объяснили ему в чем его проблема но скажите на велосипеде вот вы ребенку объяснили значит так сел на велосипед ноги там поднял начал крутить поехал ему все ясно объяснили вроде бы да даже может написали инструкция сразу стал поехал нет надо ему показать нужно ему он упадет тот же он сел и упал то есть просто никто на велосипеде не умеет сразу кататься поэтому наша задача это помочь человеку обучить его кататься на велосипеде обучить его изменить привычки свои да если я всю жизнь ругался да то конечно есть божья благодать бог бывает ситуация когда бог обрезает но есть многие привычки которые не меняются за один раз мы с вами это увидим павел говорит что нужно совлечься ветхого человека преобразиться духом облечься в нового и это процесс очень важно то что мы говорим это о процессе классно все хорошо но мы на практике знаем что жизнь с богом это сотрудничество бог ними как говорит куда мудро не меняет нас нет бог не спасает нас без нас бог не меняет нас не без нас это сотрудничество мы всегда это процесс изменения поэтому нам нужно помочь человеку измениться это вопрос тренировки хорошо это такая небольшая теория о том как проходит процесс теперь как долго вы думаете этот процесс может проходить все индивидуально мне нравится очень этот подход потому что у меня были души помещения где я приходила сестра может самый длинный это было два года где женщина была в тяжелой депрессии пыталась поконить жизнь самоубийством это был длиннющий процесс да то есть это много всего там было взяла куча времени познакомиться пока открылась свое сердце на эти вопросы много всего было вокруг на бывает что человек приходит на одну встречу вы общаетесь и я прошу господи так спрошу на ком этапе он находится да иногда я понимаю что человек задает вопрос но он не готов покаяться то есть этот момент момент покаяния то есть человек мне мне не нужно сейчас ему давать советы вот здесь как поступать потому что человек не понимает самого себя да моя задача может просто задать ему правильные вопросы чтобы он пошел начал думать да иногда человек приходит я понимаю что он уже покаялся он все понял мне не получается справиться он борется он падает он встает он уже увидел свое сердце он понимает где он ошибается но не хватает у него силы в чем-то до измениться вот он постоянно борется с этим грехом и это и моя задача это помочь ему тренироваться да давай приходи будем молиться вместе размышлять вместе думать то есть я понимаю что мне нужно начинать ему задавать вопросы на потому что он уже знает себя окей и понимает в чем он не прав перед богом в конкретной ситуации и мне нужно помочь ему просто измениться помочь ему побороть его плохие привычки поэтому это как такой template framework как сказать по-русски это как скелет скелет да скелет хорошо двинемся на шаг дальше у нас есть еще время на переворачиваем страничку основание библейских отношений основание библейских отношений сейчас я вам расскажу одну интересную историю и вам нужно будет включить немножко свое воображение так мы говорим о том как бог действует в нашей жизни давайте представим себе заброшенный район на окраине одессы лучше знаете этот город чем я поэтому можете себе вообразить самое ужасное место представили себя немножко да представьте в этом месте разрушенный дом забор покосился крыша рухнула он съезжает с фундамента ржавые ступеньки висит замок и написано не входить опасно для жизни да может рухнуть но несмотря на это в этом доме собирается тусовки молодежные они там пьют курят продают наркотики вокруг валяются шприцы бутылки осколки бегают крысы короче милиция или как ваш основа полиция туда не сильно хочет заявляться да поэтому все понятно есть порядка заправа вообразили до себе представили себя и вот необычайное событие происходит в этом месте люди тусовка ночная как всегда вы сами опять музыка так далее вдруг приближается человек в белом чистом костюме красивый человек не будет если кто здесь появляется вообще вечером он заходит в калитку заходит и начинает рассматривать стены этого разрушенного дома ребята в недоумении что же он вообще хочет шашу вообще тут делает они видят что он шепотом что-то говорить себе под нос они прислушиваются и слышат такие слова я хочу этот дом взрывается смехом говорит сумасшедший как он может хотите на дом здесь вообще опасно жить типа бесплатно он никому не нужен как он может хотеть этот дом но этот человек продолжает повторять эту фразу одну ходит вокруг быть я хочу этот дом и уходит ну ребята обсуждают смеются над ним возвращается к своим занятиям проходит несколько дней и этот человек возвращается теперь они вообще не понимают что происходит у этого человека в руках ну ясно какой-то портфель с бумагами он подходит открывает эту бумагу и один из парней со стороны подходят к нему не разговаривая и заглядывает что это за бумага а бумага оказывается контракт о владении домом и самое удивительное что этот контракт подписан кровью этот человек идет по дорожке к дому но не замечает в траве дощечку из которой торчит гвоздь он наступает сильно ранит ногу но продолжает идти ступеньки крушатся прямо под его ногами он берется за рукоятку двери дверь вламывается падает на него царапает его белый костюм и вот в конце концов он попадает вниз внутрь и говорит я сюда переезжаю я буду здесь вечно жить ребята слушая это не в полном недоумении они понимают что ну да он не шутил в действительности он приобрел этот дом этот человек раскрывает свой чемодан оказывается что в чемодане есть инструменты для ремонта он открывает эти берет эти инструменты и начинает шаг за шагом чинить каждую комнату в этом доме вставляет окна меняется технику проводит дезинфекцию вывозит грузовиками мусор и битые стекла выгоняет летучих мышей и остается жить в этом доме что вы думаете эту историю кто этот белый человек и шума да совершенно верно а когда этот человек зашел в дом и приобрел каком был состоянии в никаком разваленным убитым и он пришел и что он сделал прежде всего он приобрел пил он заплатил плату оплатил и этот дом стал его собственностью давайте с вами запишем видите основание библейских отношений божественный процесс как бог действует в нашей жизни и в скобочек есть пропущенное место пишите оправдание оправда не и и так нарисовать что-нибудь первый фундамент сейчас мы будем рисовать с вами дом нашей жизни да и первые фундамент заложен это есть оправдание что такое слово оправдание такое теологическое слово его можно очень просто описать вот как здесь написано в отношениях со мной бог принимает меня таким как если бы я был безгрешным и праведным римляне 5 1 3 23 и так оправдавшись верою мы имеем мир с богом через господа нашего решила мессию и римляне 3 3 получая оправдание дата по благодати его искупления то есть заплативший цену в мессии ишуа которого бог предложил в жертву в крови его на то есть оправдание это то что бог делает когда он приходит в нашу жизнь и говорит я заплатил цену я оправдал тебя ты теперь мой ты праведный ты безгрешно я тебя сделал таковым это есть оправдание да то есть лучше всего пример это юридический ты был виноват ты должен был быть судимый бог говорит судья говорит с тебя снимаются всякие обвинения да вот это то что происходит когда господь покупает этот дом он в ужасном развитом состоянии но он плачет цену и он является его домом но он еще кое-что делает давайте запишем следующее что бог делает и второе пропущенное здесь второе пропущенное бракет усыновление скобки усыновление оправдание усыновление усыновление здесь усыновление что такое усыновление это полное принятие в божью семью со всеми правами и привилегиями полное принятие в божью семью места писания галатам 4 4 5 а тем которые приняли о верующем во имя его дал власть быть детьми божьими чтобы искупить подзаконным дабы нам получить усыновление 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 даром бог говорит ты мой сын и ты получаешь все мои привилегии когда ишуа входит в нас и становится жить там у нас усыновляет это есть процесс когда господь просто совершил на кресте это нечто что произошло когда в прошлом один раз одной жертвой без каких-либо условий оправдания и усыновления это то что бог сделал в нашу жизнь да он видел этот разрушенный сумасшедший дом он купил его и он вошел в него мы его мы его дети мы получили оправдание усыновлением бесплатно даром безусловно это сделано один раз в прошлом и навсегда одной жертвой написано сделал навсегда совершенным нас навсегда без условий мы ничего не можем добавить это очень важно да это очень интересный инструмент я его очень часто использую начале когда я беседую с людьми до чтобы объяснить что произошло в их жизни да или посмотри я рисуют основании вот что бог сделал в твоей же мы приходим к марии и говори мария посмотри первое что тебе нужно понять вот что произошло в твоей жизни да миссия на кресте умер и ты усыновлена ты оправдана ты возлюблена бог не вменяет тебе вину это произошло один раз без условия вне зависимости от твоих дел это железобетонное основание но никогда не изменится бог навеки запечатал это да это основание наших отношений с богом но есть нечто что следует за этим а за этим следует потому что это есть фундамент заложенный да ты можешь сказать что это невидимо да то есть вот если нарисовать здесь это невидимо людьми да мы принимаем это на веру да это невидимо это заложено мы принимаем это верою и люди этого не видят но мы верим и принимаем это но теперь когда ищуа зашел в этот разрушенный дом то скажите мне пожалуйста что он начал там делать он начал наводить порядок потому что заполняем 3 скобки слова освящение 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 что такое освящение может теологически сложное слово но освящение прочитайте это значит процесс в котором бог делает из меня такого человека каким назвал при оправдании и усыновлении это процесс это процесс очень важно нужно подчеркнуть это процесс да которым бог делает из меня такого человека каким назвал он назвал меня праведным и он назвал меня сына но я веду себя еще не как праведник я еще не веду себя как его сын но это процесс превращение то есть он назвал меня таким но я еще не таков по-настоящему и местописание очень важно именно 828 30 помните кого он предопределил тех и призвала кого призвал тех и оправдал чтобы мы были подобными образу сына его единородного нас это воскресения это процесс когда бог приоброжает нас в образ миссии вашего сына теперь и освещение это процесс строительства то есть добавить здесь ну да это окна тут добавится до tried to Это дом, который строится. То есть, он строит дом. Он строит из нас дом. Это строительство. Давайте запишем, заполним пробелы. Видите, внизу пробелы. Первый шаг Бога – это незаслуженное принятие. Слушайте, незаслуженное принятие. Шестой страницы. Незаслуженное принятие. Поскольку отношения, пропущенный стих, отношения, создают благоприятные условия для радикального процесса изменений. Божье принятие, два, да? Не идет на компромисс с грехом. Компромисс с грехом. Тут, может быть, мало места, но... Компромисс с грехом. Проблемы серьезные, но его отношения, но его отношения, но его отношения к нам строятся на основании оправдания и усыновления. То есть, мы приходим к Марии и говорим, Мария, Бог тебя принял незаслуженно и оправдал, но он не идет на компромисс с грехом. После того, как он тебя принял и оправдал, он хочет с тобой работать. Ты должна утвердиться в его совершенной любви. Когда ты утвердишься в его совершенной любви, мы начнем с тобою, и мы уже начинаем с тобою говорить о том, что Бог делает в твоей жизни. А то, что происходит в твоей жизни, Мария, это процесс освящения. Бог с тобою работает. То, что происходит в твоей жизни, Бог тебя изменяет. Тебе не нужно заработать его любовь и его оправдание, но мы сейчас посмотрим, Мария, с тобою, что происходит, каким образом Бог тебя изменяет, и как он хочет, чтобы ты изменялась в образе его сына. Почему, как вы думаете, эта иллюстрация очень важная? С точки зрения работы с людьми, если Бог принял меня бесплатно, безвозмездно оправдал и усыновил меня, что я могу предложить другим людям? Мне приходит грешник, проститутка, наркоман, люди, которые, казалось бы, согрешили, может быть, сто раз больше, чем я, и вообще, скажем так, не заслуживают вроде бы ничего, и ты понимаешь, если Господь принял меня безвозмездно, усыновил и оправдал, то то же самое я должен и предложить этим людям, которые приходят. Какой бы ни был их грех, какой бы ни был разрушен их дом, но в действительности каждый из нас мог бы написать у себя такую вывеску и ходить с ней, разрушенный дом. Каждый из нас, друзья, является разрушенным домом. Неважно, какую позицию мы вообще не занимаемся, пастор, евангелист, архиеписток и папа римский, но и даже папа римский ходит на исповедь, кто не знает, потому что нуждается в исповедь. Поэтому мы все являемся разрушенными домами. Поэтому, когда мы приходим души опекать других людей, есть два разрушенных дома. Есть человек, которого я опекаю, есть я, и мы оба разрушенные дома, и Бог работает со мной и работает с ним. Сегодня, может быть, я его души опекаю, завтра может быть ситуация, где мне потребуется помощь других людей, для того, чтобы души опекать меня. Очень хорошая иллюстрация также в том, что вы можете показать человеку, как обычно, очень часто верующие обманываются, да, и пытаются перевернуть этот дом кверх ногами. Скажите, что получится, если мы перевернем этот дом кверх ногами? Что это значит, практично? Если освещение будет внизу, оправдание и усыновление, где вы дома? Дом развалится, да. Но, смотрите, я часто встречаю... Освещение будет внизу, если вы заметите, что очень часто наше искушение, проблема очень многих верующих, это что они пытаются жить для Бога, для того, чтобы заработать его одобрение. Очень часто это у одних людей это более скрыто, других более открыто, да. Но многие люди думают, но, Господи, что бы мне для тебя сделать, чтобы как-то удобрить, а чтобы ты благословил меня, да. Как задобрить, да. То есть внутри нас часто есть желание задобрить Бога, да. И люди живут, ну вот как бы они непониманием откровения истинной благодати. И это есть перевернутый дом, потому что люди... Освещение – это наша работа, это труд. И люди думают, что нужно много трудиться, чтобы получить усыновление и оправдание. Люди думают, что нужно много трудиться для того, чтобы быть одобренным Богом, да. И Мария, возможно, думает, что она недостойная, ей нужно что-то очень сильно сделать хорошее, чтобы получить одобрение от Бога. Она говорит, я чувствую, что небеса закрыты. Бог гневается на меня по какой-то причине, да. И мне нужно что-то сделать. Может быть, я пойду раздам имение. Может быть, я пойду пожертвую деньги. Может быть, я пойду, что бы мне сделать, чтобы задобрить Бога, да. То есть, какие дела мне нужно сделать. Но Бог говорит, ты не можешь добавить никакие дела, потому что усыновление и оправдание – это железобетонное основание, которое заложено один раз на кресте. А теперь Бог работает с тобою, чтобы изменить тебя в этот образ. Поэтому это очень важная иллюстрация для нашей жизни. И чтобы я очень часто использую… Это очень такой простой инструмент, но очень хорошо, как мне кажется, изображает глубокие теологические истины. Перерыв? Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.